Анатолий Владимирович 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 Это одно из направлений. Это поиски предельно далеких галактик. Почему это интересно? Потому что из-за запаздывания сигнала, скорость света конечна, мы получаем свет от этих галактик запаздыванием в миллиарды лет. Поэтому чем мы более далекий объект исследуем, тем мы видим его в более далеком прошлом. И вот, переходя от более близких к более далеким, можно просто видеть, как меняется характер встречающихся объектов. То есть эволюционирует Вселенная в целом. И когда-то галактики были все молодые, только что образовывались. Для их изучения нужно очень далекие объекты изучать. То есть вы изучаете историю галактики? Во многом да. Мы изучаем историю, но чтобы понять историю, надо понять, какие силы действуют в галактике, которые меняют ее вид, которые определяют характер процессов, которые внутри них происходят. Анатолий Владимирович, ну мы-то важная галактика. И вообще сколько их всего? И какое место мы занимаем во Вселенной? Ну, наша галактика сильно крупнее, чем среднего. Сильно крупнее. Но, тем не менее, среди тех галактик, которые мы реально наблюдаем, особенно ничем не выделяется. А сколько всего галактик? Как вы говорите, раз Вселенные безграничны, посчитать их полное число, сказать нельзя, но потенциально доступных современным наблюдениям, это несколько миллиардов. А астроном начинается с того, что пытается сосчитать звезды? Знаете, нет. Астрономия начиналась с попыток определить по звездам судьбу человека или государства. До тех пор, пока не выяснилось, что все это сплошная лажа. Но в Устоке астрономии была именно такая, астрология была. А современная наука, она уже исходит из другого, рассматривая космос как гигантскую физическую лабораторию, в котором эксперименты ставятся на природу. Ну, а наша задача все-таки понять, что в этих экспериментах получается и каким образом. Поэтому все фундаментальные законы физики, на которых основана, скажем, даже наша техника, которой мы пользуемся, все фундаментальные законы физики, они либо проходили, либо проходят в наше время, либо будут проходить астрономическую проверку. А что с точки зрения астронома конец света? Ну, это когда выходишь из комнаты и выключаешь свет за собой. А если говорить чуть-чуть более серьезно, то все зависит от масштаба явлений. Может быть, конец света в одной стране, конец света где-то в цивилизации, или конец света – это всех звезд, и все, что мы видим. Это разные понятия. А что, конец света в одной стране находится в поле научного интереса астронома? Нет, это политикой занимается. Астроном просто не в состоянии помешать. Тогда расскажите нам про… Это очень мирная профессия. Даже в самые годы напряженных отношений, допустим, с Соединенными Штатами и прочее, астрономы всегда находили общий язык, им не еще уделить. Они очень слабо связаны с коммерцией. А главное, что небо везде одинаковое, что в Америке, что в России. Те же самые объекты. И чтобы только когда они часто видны у нас, а там день, допустим, они не видны. Потом они будут видны на другом полушарии, не будут видны у нас. Поэтому очень часто, когда следить за какими-то объектами, которые быстро меняются, мы как бы передаем эстафету друг другу. Насколько я понимаю, если говорить все-таки о каких-то пределах, астрономия рассматривает конец жизни на Земле, связывая его с окончанием работы Солнца? Значит, если брать промежуток времени в миллионы лет, то ничего с Солнцем не произойдет. Если брать промежуток времени в миллиарды лет, то от Солнца будет приходить все больше и больше тепла. И там где-то миллиардов через пять или шесть просто выкипят все моря и океаны на Земле. Конечно, если тогда будет жизнь, то она задолго до этого переместится куда-нибудь в более удобное место. А как вы относитесь к научной фантастике? Может быть, уделяете какое-то время в своем рабочем графике изучению фантастической литературы? И считаете ли, что писатели-фантасты были в какой-то степени пророками? Я считаю, что золотой век фантастики кончился лет 20-25 назад. Тогда, когда блистали Стругацкий, Станислав Лем. Они создали бесподобные произведения. Фактически, это фантастические элементы в их произведениях. Они играли определенную роль, но они накладывались на знакомый нам быт, на знакомые нам события, на знакомые нам политические системы. То есть, все-таки в любое фантастическое произведение отражалась современность. Сейчас есть фэнтези, это направление с драконами и прочее. Она элементы фантастики, безусловно, содержит. Но это все-таки не та фантастика. Но все время, занимаясь звездами и галактиками, вы ведь как-то представляете себе наше будущее? Вообще говоря, пророчествами заниматься не хочется, потому что я знаю, что ни одно пророчество не исполняется целиком. Но я думаю, что надо пережить ближайшие сто лет. И если цивилизация сама себя не убьет, дальше будет все хорошо. Потому что есть потенциальные источники энергии, которые могут быть использованы сколько угодно долгое время. Есть перспективы развития, техники и науки. Но я думаю, что ближайшие сто лет это будет самое трудное в истории цивилизации, когда, дай бог, чтобы не было там войн, голода, глобального потепления, падения метеоритов. А главное психоза, человеческого психоза, который сейчас просто обострился невероятно. А что для вас больше непонятно, Вселенная или Человек? Человек. Человек. В общем, в общих чертах мы знаем, как устроена Вселенная. В общих чертах мы знаем, что с ней будет там плюс-минус 10 миллиардов лет. 10 миллиардов лет в прошлом, 10 миллиардов лет в будущем. В общих чертах знаем. Детали некоторые не очень понятны. Но в общих чертах ошибиться здесь очень сложно. А с Человеком я не знаю, что будет. Потому что Человек меняется гораздо быстрее, чем меняется Вселенная. В каком смысле? Во всех. Во всех. Во всех смыслах. Человек, ну, во-первых, он и возник, скажем так, выделился из животного мира по космологическим масштабам только вчера. Там еще несколько миллионов лет назад. Вот поэтому продолжает эволюционировать. Но сейчас общество доросло до такой стадии, когда оно само является, это общество является определяющим фактором эволюции окружающего мира. Земли, как планеты, океанов, лесов, морей. К чему это приведет, никто толком не знает. И тут люди догадываются, что надо срочно что-то принимать, принимать какие-то меры, пока, так сказать, люди не загнали себя в тупик цивилизацией. Вот это, поэтому я и говорю, что ближайшие сто лет будут действительно решающими. А первым астрономом был Галилео Галилеей, который изобрел телескоп? Были до него и многие сотни лет раньше него. Может быть, вам знаком такой, как Епарх, например. Это античные ученые, которые занимались астрономией. Ученые, которые прекрасно понимали, что Земля вращается вокруг Солнца задолго до Коперника. Все это было. Галилео Галилея был первым человеком, который попытался увидеть невидимое глазом, поскольку он использовал недавно открытую до него позорную трубу в качестве телескопа. То есть даже не он ее сделал? Нет, не он. Ну вот у него были, сказать современным языком, разборки с церковью. Почему, по вашему мнению, он не выдержал этого испытания достойно представлять имя ученого и отрекся? Он был искренне верующим католиком. И не очень хотел ссориться с церковью. Но ему нужна была возможность продолжать все-таки работу. И он ее продолжал. Ну, получается, по сути, его отречение – это дипломатический ход? Ну, в общем, конечно, безусловно. Вот. Это не Джордана Бруно, который как будто бы нарочно, сознательно старался вести себя так, чтобы его сожгли. Вот. То есть Джордана Бруно, в отличие от Галилеи, вообще ученого не было. Он ничего не открыл, ничего не изобрел. Это был бродячий философ, в общем-то. Ну, вот ради чего была затронута эта тема? А вы для себя как решаете этот религиозный вопрос? Конфликт может быть только в том случае, если, скажем, церковь начинает учить, как построен мир или как он образовался. То есть Библия – это же не учебник естествознания. Поэтому она ничего толком не может сказать об астрономических вещах, об астрономических событиях. Многие крупные ученые, так сказать, были искренне верующими. Сам я абсолютно неверующий человек. У меня нет никакой антипатии к тем людям, которые верят. Анатолий Владимирович, а почему вы так категорично высказываетесь об астрологии? Она же сейчас так же популярна, как в средние века, наверное. Ну, астрология, ее победить невозможно. Она живуча, потому что она, так сказать, востребована психологически. Люди хотят, все-таки, так сказать, людям трудно поверить, что звездам и планетам нет никакого дела до их судеб. Гораздо приятнее, гораздо комфортнее считать, что вот все то, что делает стан наверху, это все делается для нас и либо как-то отражается в нашей жизни. Это очень такая удобная точка зрения, она абсолютно ни на чем не основанная, но давно бы она, так сказать, отпала. Из астрологии наук так и не получилось, хотя были такие надежды в прошлые века. Как наука она не сформировалась, но ее спасла, так сказать, коммерциализация. То есть астрология – это довольно выгодный бизнес. Но ведь даже с точки зрения физики, вот этого вот вселенского притяжения планет, того, что все звезды находятся в определенном порядке, какие-то силы ведь действуют на человека? Разве я говорил, что космос не влияет на людей? Да, вы сказали, что космос равнодушен. Абсолютно равнодушен, но тем не менее влияет, поскольку мы находимся под воздействием самого различного рода излучений, идущих и от Солнца, и с больших глубин космоса, мы в какой-то степени, я бы сказал так, что даже сама Земля – это порождение космоса. Когда-то ее не было, ее породили космические силы. Но мистики никакой мы в этом не видим, потому что мы видим, как на наших глазах у других звезд происходит в настоящее время рождение планетных систем. А другие, остальные звезды все очень далеки, кроме Солнца от нас. Поэтому они могли бы воздействовать только, скажем, в том случае, когда одна из звезд взрывается как сверхновая. Тогда, если это будет не очень далекая звезда, то поток радиации может даже быть ощутим на Земле. То есть, я уж не говорю о том, что Земля подвержена периодически, или, скажем, не периодически, но время от времени, правильнее сказать, падению мелких астероидов на ее поверхность. Это тоже прямое вмешательство в жизнь. Хотя и редко бывает, но бывает. Все-таки было в прошлом несколько событий, которые просто меняли состав животного мира на Земле. Массовое вымирание. Это моментальное массовое вымирание за очень короткое время. Это тоже связывается с космосом. То есть, космос с Землей связан бесконечным количеством нитей различных. Но астрология к этому никакого отношения не имеет. Что для вас, человека, который постоянно, казалось бы, размышляет о Вселенной и о бесконечности, является главной ценностью в жизни? Да кто вам сказал, что я все время размышляю о бесконечности? У меня работа, семья, у меня аспиранты, у меня, так сказать, масса, так сказать, дел, когда не до бесконечности, когда нужно конкретно что-то делать. Руки не доходят до многих дел. О бесконечности я стараюсь размышлять пореже. То есть, все-таки надо, если мы хотим что-то добиться, надо мыслить конкретными образами. Вы многие годы занимаетесь педагогикой. Какие люди приходят вообще в астрономию? Сюда приходят разные люди. Многие абсолютно случайные. из них, они никогда и не будут заниматься астрономией. Понимаете, астрономия – это очень интересная наука, но она, как сейчас говорят, неденежная. Поэтому, скажем, многие люди, даже многие ребята, даже умные, талантливые, они просто уходят в другие отрасли, где большие зарплаты, и сейчас даже больше внимания со стороны общества. Астрономия все-таки достаточно изучает абстрактные вещи, и только, может быть, определенное направление, которое сейчас, правда, расширяется, имеет практическое использование. Это то, что связано с координатной системой, с системой счета времени, потому что именно сейчас потребность в технике на высокие точности определения времени, скоростей, координат. Вот если речь идет о космических объектах или о космических аппаратах, а космические аппараты сейчас – это не абстракция, это все-таки очень важный элемент всей нашей жизни. Я работаю не в этом направлении, я работаю все-таки более в таком направлении, которое не имеет практического выхода, в том плане, что ничего при этом быстрее не кручится, теплее не становится. Перед нами стоит другая задача – понять, как устроено, как развивается мир. То есть деньги вам не нужны? Ну, еще. Нужны, конечно. Нет, нужны, конечно. И астрономия развивалась бы гораздо быстрее, если бы государство больше внимания уделяло науке. А что касается студентов, если вернуться к этому, то за последние лет 10-15 уровень упал резко. Я думаю, что когда я учился, студенты были более сильные, просто более сильные. Но, тем не менее, в каждой группе, а у нас группа человек 20, вот если взять самых таких умных и увлекающихся людей, ну, скажем, в каждой группе их, может быть, 4-5 человек, ну, там, треть или четверть, то они, их число, вот их уровень, их уровень, он одинаков во все времена и в нашей, и здесь. То есть это люди, которые потом заведомо внесут свой достойный вклад в науку. Сравните, пожалуйста, развитие астрономии в разных странах мира. Ну, в мире, вообще-то, астрономия редкая специальность. Ну, во всем мире, ну, наверное, 1010-11 астрономов. Ну, из них… Ну, мы впереди планеты или нет? Нет, американцы, конечно, здесь все… Мы очень сильно сдали за последние 15-20 лет. Естественно, финансирования практически никакого не было, очень слабо. Вот. И когда в Советском Союзе был построен телескоп диаметром 6 метров… Который находится в Карачаево-Черкесии? В Карачаево-Черкесии, да. Ну, помимо науки, там еще был и политический смысл в создании такого телескопа, потому что он был самый большой в мире. И это как был символ передовой советской науки. Сейчас я не могу сказать, он или 13-й, или 14-й по счету, если по размеру. То есть, больше ничего не создавалось. В Штатах сколько телескопов таких? Много. Это можно посмотреть в интернете. Там, в общем, количество больших телескопов, это, в общем, сейчас уже измеряется десятками. Но я уже не говорю о телескопах поменьше. Какое самое красивое явление Вы наблюдали во Вселенной и вообще в астрономии? Самое красивое явление – это полное солнечное затмение, которое я, как сказать, наблюдал в степях Калмыкии. Вот. Это красивее ничего не придумаешь. А в межгалактическом пространстве явление, понимаете, быстро летит и меняется. Куда бы ни посмотрим, везде мы видим стоп-кадры. Потому что там масштабы пространства и времени такие, что человеческой жизни не хватит, чтобы там заметить, чтобы что-то там переместилось, что-то потухло или чтобы разгорелось. Поэтому мы видим стоп-кадры. Это, так сказать, таких событий, которые мы понимаем, что фактически происходят быстро. Там газ движется со скоростями в тысячи километров в секунду, колоссальные там светимости с выбросом энергии в невероятных масштабах. Мы это наблюдаем. Активные ядра галактик, во-первых. Во-вторых, области образования массивных звезд невероятно интересные. И мы понимаем, что это все очень бурно развивается. Но, опять-таки, мы рассматриваем картинку стоп-кадры. А если бы у вас были все доступные средства, возможности, сверхмощные телескопы, на какой вопрос вы бы очень хотели найти ответ? Мне бы очень хотелось понять, как образовывались самые первые звезды в природе. А когда это было, это хотя бы понятно? Это было где-то через 100-200 миллионов лет после начала расширения. Мы этих звезд не наблюдаем, но мы наблюдаем свидетельство того, что они были, скажем так. Это вопрос открыт. Говорят, что ребенок чаще всего спрашивает, откуда все взялось, а взрослые чаще всего интересуются, куда все девается. Это вот астрономы в этом плане, они ближе к детям. Мне кажется, что вы где-то отстраненно смотрите на очень многие процессы, которые волнуют массы людей сейчас. Вам кажется, что это может быть совсем миг во вселенной, даже не стоящий внимания у вас. Не бывает такого взгляда? Ну, вы знаете, может быть, где-то в глубине это играет какую-то роль, еще, отказать, где-то в средние века отмечалось, скажем, что среди астрономов вообще не встречаются самоубийцы. То есть всегда их горести, так сказать, кажется таким мизерным по сравнению с тем, что окружает. Или, скажем, известный народоволец Николай Морозов, который там 25 лет в жизни своей просидел в тюрьме, он говорил, что я, так сказать, я ухожу, как бы мысленно ухожу в космос, и это мне позволяет держаться. Но это уже, так сказать, так индивидуальные особенности. Но в целом, на стороне уже нормальные люди, и живут тем же проблемами. Вот, ЖКХ беспокоит. Вот, понимаете, то это же... Вот этого и удивили. Мы же не в другом мире живем, правда? Вот, но просто я хочу, чтобы люди помнили, что не все измеряется деньгами. Вот, в мире есть очень много интересных вещей, которыми просто стоит, если не заниматься, то, по крайней мере, интересоваться. Просто будешь чувствовать себя более уверенно. Вот, и это действительно очень важно. Потому что я уж не помню, это не я, но кто-то сказал, что человек – это единственное живое существо, у которого любопытство превышает необходимые практические потребности. Это силы вообще. Может, поэтому он и стал человеком. Редактор субтитров А.Семкин Вотова « China»